Да, вы не обознались. Канал, где в основном есть обзоры на игры, на консольные девайсы, аксессуары, сами консольки, само собой. В лучшем случае, ноутбуки, совсем немножечко влоги, если нихуя это самый популярный контент на канале. Теперь же можно лицезреть обзор на готовую игровую сборочку. Да. Вот что бывает, когда на канале отключают монетизацию. Грешник. Признаю. Хотя, с другой стороны, а почему грешник? Когда-то давно, года этак два назад, у меня уже выходил ролик про готовую сборку. Правда, тот был ролик не про обычный простой ПК. Это был игровой моноблок. Причем даже не на мобильном железе, который делали, да, наверное, даже и сейчас делают до сих пор, комплектующие там все были полноценные. Любую из них при желании можно было заменить. Более того, еще при покупке подобрать то, что больше подходило вам. Так что формально по такой скользкой дорожке я прошелся уже давно. Я, конечно, понимаю, что этот ролик могут смотреть залетные зрители, допустим, по рекомендациям или, может быть, в поиске где-нибудь нашли, а среди таких определенно будут те, которые соберут себе компы дешевле, лучше, может быть, даже вообще бесплатно, где-нибудь в недрах своего же очка, откопают бесплатно какую-нибудь китайскую видеокарту или же вообще Xeon, хотя, в принципе, Xeon там самое место. Поясняю. Я больше сторонник того, чтобы компьютеры собирались своими силами. В крайнем случае через какого-нибудь знакомого, который, возможно, шарит лучше вас, и то я бы там тоже был бы на страже. И при этом сборка получается не просто дешевле, что как бы уже является неотъемлемым аргументом, ты понимаешь, как устроен твой ПК. То, как ты нанес термопасту, как сложил кабеля, чтобы все было разложено так, чтобы удобно было в первую очередь тебе, простым языком, ты осознаешь, как устроена твоя машинка. В этом даже есть какая-то толика удовольствия, на самом-то деле. Но нужно понимать следующее. Не все такие охуенно умные, как мы с вами. Есть люди, которые не хотят в это вникать, либо попросту не могут из-за нехватки времени. У них есть, допустим, условный бюджет, который они хотят вложить. Перед этим они посмотрят пару обзоров, перед тем, как решиться на покупку. И если понимают то, что это плюс-минус то, что им надо, естественно, покупают. Ну, в идеале, так это и должно работать. И вот этот ролик, как раз вот для таких, как они, узнать, что же они получат, отвали за такой компьютер, чуть больше 100 тысяч рублей. Да, это цена данного ПК. Средним 110 тысяч. Я видел даже в одном магазине, где-то за 120, но средняя все-таки 110-115. Забегая наперед, я могу сказать, что этот компьютер не без проблем. И причем, суть тут даже не в наценке, которая, ну, очевидно, тут присутствует. И хотя мне даже кажется, что она тут не шибко-то и большая, но это мы с вами уже рассчитаем ближе к концу ролика. Однако, будут ли все остальные проблемы настолько критичны для целевой аудитории такого компан? Тут, как говорится, вопрос риторический. Но куда более важно, хватит ли мне места на жестком диске, чтобы все это добро можно было обработать. Особенно-то вот с таким объемом сырого материала, который и места много занимает, да и сам видеоредактор то и дело офигевает от его нагрузки. Про итоговый рендер я уже вообще молчу. И как же хорошо, что на такие случаи есть Wondershare Unic Converter 14. И если вы решили, что это классический конвертер для смены формата видео или его объема, то вы глубоко заблуждаетесь. Это полноценный комбайн, который поможет облегчить вам жизнь и улучшит качество ваших будущих проектов. Конвертация просто на высшем уровне со множеством поддерживаемых форматов, существенно уменьшает вес файла, поддерживает ускорение CUDA с помощью видеокарты NVIDIA и практически не влияет на общее качество видео. К тому же, сохранять можно не только в конкретном разрешении или формате, а кстати, разрешение здесь поддерживается до 8К, вы также можете выбрать устройство от самых последних до более старых или даже ресурс, куда контент планируется публиковать. Но это еще не все. Помимо конвертации также доступна обрезка и мгновенная склейка фрагментов, добавление сторонних эффектов, субтитров и даже изменение фона путем задействования искусственного интеллекта. Кроме того, UniConverter 14 имеет и множество других нуж, такие как подавление посторонних шумов из аудио и видео файлов, запись конкретных участков экрана или отдельного приложения, веб-камеры. Не забыли, конечно, про запись видео на CD или DVD форматы. Согласитесь, после всего перечисленного UniConverter 14 уже тянет намного больше, чем просто софт для сжатия файлов. Это полноценный вспомогательный инструмент, облегчающий чистовой монтаж будущих роликов. Переходи по ссылке в описании, скачивай ознакомительную версию и начинай улучшать свой контент уже прямо сейчас. Итак, данная сборка от MSI представляет из себя стандартную ATX систему в достаточно простом, но в то же время немного игровом стиле. Это не есть плохо, так как я сам знаю людей, которые на дизайн компа смотрят чуть ли не в самую последнюю очередь. Им важна в первую очередь его производительность, а не то, что там свистит, пердит и светится. Эти моменты, конечно, тут тоже присутствуют, но скорее просто вида ради показать, что ком делался именно под игры и при этом не борщит с тем, что на производительность ясное дело не влияет вообще. Да, подсветка не прибавляет FPS. Живите с этим. Здесь же все максимально сдержано, хотя исходя из дополнительной комплектации, если есть желание превратить ком в эту новогоднюю елку, это будет вполне возможно, так как к этой сборке прилагается еще одна дверца, где есть акриловое стекло, которое сразу придет в негодность после первой попытки его протереть, а следовательно протирайте его глазами, нежным взглядом, вот, и больше не трогайте его. Да и кроме того, позже я покажу один момент, после которого вторую дверцу вряд ли вообще захочется доставать, хотя, учитывая ее наличие, MSI нужно бы за это похвалить, потому что после снятия дверцы вы не лишаетесь гарантии. Гарантия слетит лишь только в одном случае, и к нему мы вернемся позже, так как, ну, там есть что обсудить. Что мы имеем из остальной комплектации? Провод питания, ну, это константа, без этого никак, три SATA провода под HDD и SSD стандартного форм-фактора, Wi-Fi антенны, да, тут есть Wi-Fi, об этом позаботились, макулатура и комплект дополнительных болтиков, я сперва подумал, что они для вентиляторов, но нет, они слишком короткие. Это уже на тот случай, если стандартные болты у вас или просрутся, или вам нужно будет установить другие комплектующие, там, звуковуху, карта захвата или тому подобное. Давайте-ка мы компьютер лучше вскроем и посмотрим, что и как там вообще устроено. Собственно говоря, комментарии тут будут излишними, все вы и так прекрасно видите. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, кабеля от блока питания, которые, да, пускай и сложены хорошо, никакого жесткого кишкоблуса тут вроде бы и нет, вот только уже одно их наличие довольно сильно бьет по общей эстетике, отчего и появляется вторая причина забыть о дверце со стеклом еще на какое-то время, если даже не навсегда. Причем касается, это не только проводов, но и самого кулера, который представляет из себя, по сути, стоковую алюминьку, да, с ЛГБТ-подсветкой, красивой, но так ли она сильно нужна в таком корпусе, это еще более спорный вопрос, тем более, что внутри это единственный элемент с подсветкой, ни на каких других вентиляторах ее нет, ну, потому что других вентиляторов тут тоже вообще-то нет, кроме разве что одного, что стоит на выдув сверху. Ни со стороны морды или сзади нет ни одного. И как бы так сказать, с одной стороны, это косяк, все-таки MSI продает комп в корпусе с перфорированной мордой, отчего хотелось бы, чтобы общий продукт и циркуляция воздуха были максимально эффективны. С другой стороны, я кину небольшой спойлер, с общими температурными показателями железок, оказалось, на деле все не так уж и плохо, но это мы уже разберем в тестах чутка попозже. Более того, все вышеперечисленное далеко не самая большая проблема, есть множество других, одна из которых материнская плата. Казалось бы, а что с ней не так? Это MSI B610MB Pro. Простецкая плата, можно сказать, что практически офисная, хотя и на удивление стоит весьма немало. Это плата с ограниченным количеством PCI-слотов, запасной тут только один, тот, что укороченный. Под звуковуху, карту захвата или сетевую карту, основной же слот для видеокарты имеет металлическое укрепление, ну, если видюха будет тяжелая, чтобы каждый контактик был на своем месте, хотя предустановленная TX3060Ti она вообще не тяжелая, я бы даже сказал, что она очень легкая. Все это не проблема, проблема в другом, а именно апгрейд самого компа, где он будет или бесполезен, или в некоторых случаях почти невозможен. И одно из таких но, сам процессор i5-12400F, который, как ни странно, подходит для такой материнской платы, как и в принципе для всей системы, на мой взгляд, баланс в этом плане тут соблюден неукоснительно. Вот только для данной материнки это почти самый жирный камень, который можно поставить, чтобы тени проседали по частотам из-за слабых цепей питания, а говоря о самом питании, максимальная выходная мощность для процессора будет составлять 115 ватт, что как бы является потолком для i5-12400F с его-то теплопакетом в 117 ватт. Конечно, есть исключения, камни с припиской Т, имеющие пониженное энергосбережение, или же проципа типа 12500 или 12600, те, которые без К, то есть без разблокированного множителя, которые тоже имеют теплопакет в 117 ватт, я сам, конечно, не проверял, наверняка мне сказать сложно, но из-за технических спецификаций таких камней, я почти уверен, что в РМ материнке с таким может просто не справиться. Запустить-то материнка их запустит, куда она, блядь, денется? Она поддерживает все процы 12 серии, но вот только более мощные камни, они уже будут ограничены по частотам, а следовательно, про какой-либо разгон вы можете уже просто забыть. Хотя те, кто покупают готовые сборки, я сомневаюсь в том, что те практикуют что-то подобное вообще, потому что те, кто шарят за разгон, они должны шарить за комплектующие, те, кто шарят за комплектующие, готовые сборки, как правило, не покупают. С одной стороны, проблема кажется решаемая, просто замени материнку в будущем и все. Ну, конечно, да, в будущем через года 2-3 это вообще не будет проблемой. Спросите, почему через 2-3, а не сразу? Да все просто. Вы лишитесь гарантии, которая как удачно подстроена производителем, она слетает только в том случае, если вы откручиваете именно материнскую плату, а не что-либо еще. И с одной стороны, решение, на мой взгляд, оно вполне себе здравое. Ну, я имею в виду, что MSI так пытаются себя обезопасить от некоторых форс-мажоров. Ну, условно, вы снимаете материнку, меняете ее на какую-то другую, ставите ту же самую видеокарту или что-то еще, что шло в комплекте, и тут резко что-то из таких железок выходит из строя. Видюха, SSD, оператива, кто в этом виноват? Да, я осознаю то, что подобный исход, он, ну, с настолько минимальной вероятностью может произойти, но я считаю, что такой сценарий тоже вполне имеет место быть. Тем более, если вы брали мать бушную, которую в плане надрузок могли делать, ну, просто в хуйпами что. Может быть, она в какой-нибудь майнинг-ферме стояла. Но, поверьте мне, не уж лучше, пускай вылет гарантии будет связан именно с платой, а не с тем же самым БП, который может сильно просесть еще до окончания гарантийного срока вообще спокойно. Особенно с подобным-то номиналом 500 ватт. Поправка. Сам номинал тут подобран подходящий, с одной оговоркой. БП тут подобран практически впритык. Я рассчитал примерную суммарную мощность железа, к итоговое потребление всех компонентов может достигать почти 480 ватт. И это еще с учетом того, что я дополнительный Wi-Fi модуль не посчитал, я просто не знаю, сколько он жрет. Что вообще все это значит? С таким БП вы уже нахрен можете забыть про какой-либо апгрейд. Дополнительные две вертушки на вдув, возможно одну на выдув, да, вы конечно поставите, это не так сильно скажется на текущем номинале, но вот пройдет условно год. Вы захотите сменить видеокарту на 3080 или 3070 Ti, увидели их по вкусной цене в магазине, может быть БУ в хорошем состоянии, ставите ее в ПК и все пиздец, вы превышаете допустимый предел. А самое смешное, что потом позже вы осознаете, какой вы лох и не учли, что питание вам нужно уже 16-ти пиновое, а встроенный БП только 6 плюс 2 пин поддерживает. Так что первым делом обновлять тут придется именно БП, уже потом все остальное. Я бы не хотел нагонять излишнюю суету, но при активном гейминге уже где-то через год, но в лучшем случае через полтора, такой БП неплохо даст о себе знать. ФПС в играх он будет просто меньше там, где изначально с ним было все окей. Касаемо всего остального, вопросов у меня практически нет. Из накопителей тут сразу стоит SSD на терабайт формата M.2, в будущем можно будет доложить два стандартных SSD или обычной ноутбучной HDD, а еще можно поставить 1 на 3.5, если нужно довольно объемное, но при этом не шибко дорогое хранилище. Wi-Fi модуль в виде отдельной платы, кстати, очень было приятно такое увидеть, потому что ну далеко не в каждой предтоповой сборке бывают мамки со встроенным Wi-Fi модулем, а тут заморочились, поставили отдельную. Правда вот я хз, в чем проблема, в драйверах или в винде, но когда комп я переводил в спящий режим, загрузить, то все потом работало нормально. Такое происходило, конечно, не всегда, но я все равно не понял, в чем была причина. Ну и тем более, пользуясь моментом, да, здесь предустановлено Windows 11. Это, кстати, очень хорошо, учитывая, что сейчас лицензию винды купить ну довольно проблемно. А вот что насчет оперативной памяти, тут стоит Samsung двумя плашками на 32 гига. И нахрена нужен такой объем конкретно для такого конфига? Я, честно говоря, не совсем понимаю. Может быть, если только для каких-то тяжелых работ, как тот же видеомонтаж, для нормальной работы как раз нужно 32 гига, а, допустим, в моем личном компе до сих пор стоит 16. Все, никак не соберусь купить еще пару плашек. Хотя в то же время, в ближайший год или два, наверное, нужно быть готовым к тому, что в рекомендуемых требованиях игры, скорее всего, именно 32 гига и будут просить. Ну вот, например, Sony недавно заанонсили Returnal на ПК, и я немножко так прихерел, когда в рекомендуемых требованиях ей указали 32 гига оперативной памяти. Почему так много, я примерно догадываюсь. Возможно, из-за вот этой системы с проджектайлами, когда множественные снаряды, они летают вокруг вас и могут прилично так нагружать систему, но просто даже на PS5 эта игра могла слегка подлагивать, если таких эффектов на экране было прям слишком много. Так что, возможно, это даже и хорошо, что оперативы тут много, такой хватит надолго. Что ж, с ковырянием в железках мы, пожалуй, закончим, пора бы уже перейти непосредственно к тестам. Сперва разберем температуру и шум, ну а потом, естественно, игры. Тесты в фурмарке меня на самом деле слегка удивили, потому что, если вспомнить, что никакого доп охлада в компе нет, следовательно, циркуляция в компе самая примитивная, температура за почти 40 минут прогрева не превысила 77 градусов. С процессором ситуация, ну лично для меня, оказалась еще более невероятной. Я, конечно, слышал то, что 12400F это чуть ли не хит 12-го поколения синих, но глядя на итоговые температуры, я теперь стал понимать, от чего такой проц полюбился многим. 66-67 градусов средние, пиковая 70, и то лишь пару раз бывали такие скачки, в основном держатся ниже 70. И опять же, с учетом того, что здесь стоит простая алюминька, интересно, чтобы было поставить сюда простенькую башенку. Теперь в совокупности всего оценим шум. Ну на самом деле, тут по сути ничего удивительно, как говорится, было бы тут чему шуметь. Ну а теперь, закрепим тесты уже в реальных условиях пользования. Первое в списке у нас будет Far Cry 6, и пользуясь моментом, большое спасибо Green Paper за то, что дал погонять аккаунт. Я, честно, давно хотел взглянуть на ПК-порт этой игры, так как сам проходил ее на пятом гейстейшене, где хоть и не было трассировки, но при этом были железные 60 фпс. Думал, что на ПК плюс-минус подобной конфигурации игра будет прям летать, а на деле получилось хер пойми что. По порядку, тестировать эту игру и все последующие я буду в Quad HD разрешение. При первом запуске игра выставляет нам пресет с высокими настройками, без трассировки, без Fidelity Super Resolution. Я же решил сразу выставить ультру со всеми плюхами, которые есть и поначалу. Мне это не показалось плохой идеей. Ну, по крайней мере, в бенчмарке фпс был довольно бодренький, со средним показателем в 75 кадров, минимальным 60, и как бы так сказать, бенчмарк не врет. Действительно, в самой игре производительность оказалась плюс-минус аналогичной в открытом мире, перестрелках, но позже мой взор упал на загрузку железок, и я такой «Здрасте, что это за пиздец?» Да, видюха у нас простаивается, и причем местами очень даже неплохо. И поначалу я на все это даже как-то подзабил. Ну, типа, фпс хороший? Да. Но потом я понимаю, что оптимизация у Ubisoft далеко в сделку не входила. Причем, как я понял, это вообще не зависит от качества. То есть, какие бы вы тут настройки не ставили, с лучами или без них на высоких, да хоть с Full HD картина будет плюс-минус аналогичная. Конечно, такая ерунда происходит не прямо уж постоянно, за пару часов в игре такую херню я словил может быть где-то раза три, но все равно неприятно, особенно от мысли, что этой игре уже год. Как же тогда она работала на старте? Да еще и сама трассировка тут какое-то говно, ну кроме разве что тени, они еще ладно, окей. Никогда до сего дня не запускал ПК-версию, поверьте, лучше бы я этого не делал еще дольше. Хотя, честно говоря, из всех игровых тестов я был поражен далеко не Far Cry, а другой игрой. Но результатами этой игры я впервые оказался крайне недоволен, и причем дело тут далеко не в компе, поверьте, я эту игру в какие только игровые ноуты для тестов не пихал, причем с конфигами даже слабее, и даже там FPS был ну плюс-минус нормальный. А что мы имеем тут? Максимальные настройки, видеопамять позволяет, трассировка обязательно, DLSS на качество, и вот что мы получаем в итоге в Quad HD разрешении. Когда я запустил эту игру впервые на этом компе, я сперва даже не ощутил какого-то подвоха, и 78 кадров мне показались тут ну скорее всего нормальными для такой системы. А затем я выключаю трассировку, и я охуел, другого культурного слова я не подберу, уж простите, но как такое возможно, чтобы без лучей игра херачила FPS почти под 200? Причем с включенной трассировкой такая картина случается далеко не в каких-то конкретных местах, а вообще везде. В последний месяц там вообще FPS ниже 60 умудрялся проседать. Нихуя себе. Я честно говоря первый раз наблюдаю такое говно, обычно разница с FPS могла быть ну кадров 20, ну край 30 в сравнении со стоковыми параметрами. Ну никак не 100 с хером, это бред какой-то. В чем именно тут проблема, я честно так и не разобрался. То есть или новые драйвера вышли кривыми, либо игру после обнова сломали, но в идеале с такой картой FPS должен быть хотя бы такой. И то, я сейчас показываю тест, где конфиг тут даже послабее. Так что пробег с трассировкой в расчет брать не советую. Результат здесь ну очевидно некорректный. В остальном да, производительность опупенная. Самое то для динамичного шутера. Кроме того, если обратить внимание на температурные показатели, то можно увидеть, что видюха, несмотря на загруженность под завязку, чувствует себя вообще прекрасно. 73-74 градусов в среднем. Пиковая была 77 и выше не поднималась. Это конечно не идеал, для меня все таки идеал это когда ниже 70, но там хотя бы 67-68 градусов, но я думаю долбанить сюда пару вертушек на вдув и еще один напротив, на выдув. Градуса так 3 мне кажется можно сбить спокойно. Но и это тоже неплохо, на процессор так посмотришь, а ему вообще плевать. Он прям на чиле, на расслабоне, охлаждается тоже достойно. 64-66 градусов на запись его не попало, но пиковая была 70, это очень редко. Так что вот такой простенькой алюминьки, как вы видите, ему хватает за глаза. То же самое касается и Elden Ring. Там ситуация с температурами плюс-минус одинаковая, но вот производительность пока на моей памяти это первая сборка, где кольцо Бабадзаки в плане фпс вопросов не вызывает вообще. Максимальные настройки, Quad HD разрешение и железные 60 фпс везде. Ну практически везде. В схватках с крупными боссами иногда бывают проседы где-то до 50 фпс, но я могу вас уверить, тут дело не в железе. На моей RTX 3080 тоже на максималках, ну при этом в 4к, да даже в Quad HD без разницы, фпс у меня тоже местами ведет себя хер пойми как. Вроде бы все ровно, четко, стабильно, а потом на экране резко пернет какой-то жесткий эффект и потом сразу фризы и минус 10-15 кадров. Так что это проблема уже самой игры. Это все не особо критично, играть все равно получается с комфортом. Я честно даже удивился, что RTX 3060 Ti нормально так проглотит эту игру в Quad HD, учитывая, что я тестил ее на ноутах с видюхой пожирнее, RTX 3070, кстати говоря, тоже от MSI, кину подсказку на обзор, если кому надо. А там даже в Full HD было, ну в лучшем случае, кадров 50, и то не особо стабильных. Да, проблема там была очевидна, видюха была в паре с 12700H, а этот камень грелся как тварь под 100 градусов, следовательно тротлил, это сказалось на производительности видеокарты, но просто в нынешней сборке просто слабее. Да, у него с температурами все окей, но неужели это настолько жестко может иногда влиять на фпс, тогда спрашивается, каким хуй ему этот камень в ноуте упал, если охват его ну вообще не вывозил. И последняя игра на тесте Assassin's Creed Valhalla, те же Quad HD, максимальное качество, и как я обратил внимание, в самом низу появился новый раздел настроек FSR. Я его ранее уже упоминал, но если вдруг кто не знает, что это, это технология реконструкции изображения FidelityFX от AMD, по сути аналог GLSS от Nvidia, работает на удивление достойно. Ну в том плане, что картинка с ним весьма четкая, хотя раньше к такому аналогу я относился немножко негативно, как допустим в том же Киберпанке FidelityFX работал ну просто по принципу обычного динамического разрешения, когда кадров не достает, и игра спускает разрешение иногда до такого параметра, что аж страшно смотреть. Здесь я ожидал увидеть плюс-минус то же самое, а на деле все замечательно, по крайней мере на пресете максимального качества. Если что, по умолчанию там будет стоять адаптивная настройка, так что после перезапуска игры зайдите в настройки еще раз и поменяйте значение, в противном случае, если конфиг у вас послабее, то там мылом скорее всего будет отдавать. Но вот конкретно в этой системе ради такого FPS FidelityFX тут имеет право на существование. Мда, подумаешь, что всего два года игре понадобилось, чтобы она работала не через жопу, ну прям вообще хуйня. Хотя почему того же DLSS на старте не было, это еще более спорный вопрос. В теории, если бы захотели, еще со старта бы добавили. Ну, спасибо хотя бы на этом. Что еще могу сказать? Смотрите, какой момент. Объективно говоря, я не могу сказать, что этот комп вышел плохим. Ни в коем случае. Все то, для чего он делался, какие комплектующие там стоят, то, сколько FPS он выдает в играх, конечный пользователь, приобретая такой товар из разряда купить и просто забыть на какое-то время, опять же, с натягом он получит то, за что он заплатил деньги. Почему с натягом? Да все просто. Я не знаю, нахрена так делают в готовых сборках, может быть, это какой-то сговор, может быть, какой-то стандарт, хер их разберешь. Блок питания. На мой взгляд, он тут реально подобран впритык. При том, что странно, у компьютера есть возможность хоть какого-то минимального апгрейда. Можно положить три разных жестких диска, под самой материнской платой есть еще разъем под какой-нибудь дополнительный компонент. С таким БП все это поставить вместе? Нет. Проблемы не будет. Компьютер все это запустит. Проблема будет тогда, когда питание уже начнет искать баланс между остальными компонентами, а это уже может негативно повлиять на производительность железок в будущем. Не говоря уже о том, что блоки питания могут со временем проседать. Минус 100 ватт вообще спокойно, особенно если ком в играх вы гоняете каждый день. А для этого наоборот должен быть резерв хотя бы плюс 100 ватт ну или хотя бы плюс 50. То есть итоговый номинал получается где-то 600 или 550 ватт должен был быть. Да, вы скажете, что из-за этого компьютер вышел бы подороже, лучше взять его сейчас таким подешевле, потом заморочиться, купить что-то другое. Во-первых, нахрена? А во-вторых, на сколько он вышел бы дороже? На 2000? Ладно, окей. На 3? Да эти деньги ничто по сравнению с тем, сколько нервов себе можно сэкономить потом. Это материнки. Ну типа под нее же ведь подогнали сюда самый жир. Компьютер из-за этого практически апгрейдует и не подлежит. Материнка на самом деле это вообще отдельная тема, потому что тут суть даже не в апгрейде, а в том, что это не игровая мать. Она офисная. Тут нету охлаждения под ВРМ, а значит как минимум встает вопрос о долговечности такой платы. Есть, конечно, кулер от процессора, который может охлаждать не только сам камень своим форм-фактором, он еще немножко нагоняет свежего воздуха к тем самым цепям питания. Опять же, это хоть как-то минимально, но может повлиять на общую нагрузку материнки. В теории она должна чувствовать себя комфортнее. Вентиляторы. Почему спереди нет хотя бы одного? MSI. Это же игровой компьютер. Вы прекрасно должны понимать то, что игры это крайний ресурсоемкий процесс. И без должного охлаждения, без нормальной циркуляции такое железо будет просто быстрее изнашиваться. Справедливый вопрос. Понравился ли мне этот компьютер и отдал бы я за него те деньги, которые за него просят? Понравился ли он мне? Да. Купил бы я его себе? Нет. Ну потому что подобрать комплектующие, собрать их в итоге, я все это могу спокойно сам. Более того, я получаю с этого удовольствие. Другой вопрос. Начинка. Дохрена ли я здесь переплачу? Смотрите, изначально я огласил среднюю сумму где-то в 110-115 тысяч рублей. И подковырка тут кроется в том, что, как понял лично я, этот комп, он был собран еще летом. Где-то в июле. Вы спросите, как я понял? Да очень просто. Драйвера для видеокарты. Они тут как раз стояли за июль месяц. А следовательно, тогда видеокарта RTX 3060 Ti стоила уже не 35-37 тысяч рублей, как сейчас, а где-то почти под полтос. Насчет процессора, я вот даже не знаю. Вроде как цена была прежняя, где-то 12-13 тысяч рублей. Очень грубо я все это дело сейчас подсчитал. И то цены за некоторые компоненты я сейчас взял чисто вот из потолка, потому что я не знаю точно, сколько стоит Wi-Fi модуль. Находил плюс-минус похожие, и красная цена была, ну, где-то, ну, тысячи три. Я не знаю, сколько стоит этот корпус, потому тоже грубо его оценил, ну, где-то в пять тысяч рублей. Короче, итоговая сумма у меня получилась примерно вот такая. Опять же, плюс-минус те же самые три тысячи рублей. Много это или мало, сказать на самом деле еще сложнее, потому что, опять же, я не знаю, сколько он стоил летом. Может быть, там цена была вообще до 150 тысяч рублей, а потом ценник похудел из-за спада цен на остальные компоненты. Если отбросить все вот это, забыть про то, что было раньше, оставив лишь только то, что есть сейчас, как по мне, цена, ну, более-менее приемлемая. Опять же, подбор комплектующих, настройка, сборка, тестирование, логистика, в конце концов, ну, еще маржа магазину тоже. Поэтому здесь еще все более-менее в пределах нормы. Это далеко не самая плохая сборка, я вам даже больше скажу, она вообще неплохая, просто нормальная. Но, если вы параноик, поипадцо, все-таки придется. К примеру, купить сразу к нему пару 120-ок, кулер, я думаю, можно не менять, он хотя бы будет цепи питания более-менее продувать. Но вот года через полтора-два блок питания поменять придется точно. А позже уже и все остальные компоненты, потому что задел на будущее тут практически самый минимальный. Такого компа хватит, ну, года на два, с натягом на три. Ссылку на этот комп я оставлю в описании. Я же сказал все, что хотел. Остальное уже за вами. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok